В Донецкой государственной академической филармонии состоится концерт с участием дирижера из Армении Давида Марухяна и российской пианистки Елены Дроздовой. Вместе с симфоническим оркестром они исполнят произведения композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Прямо сейчас музыканты вовсю готовятся к предстоящему концерту. На протяжении нескольких дней здесь проходят масштабные репетиции с зарубежными гостями. Уже совсем скоро донецкие слушатели познакомятся с шедеврами русской и советской классики. Заместитель генерального директора Донецкой филармонии Дмитрий Карась рассказал, что жители республики высоко ценят русскую классическую музыку, поэтому для концертной программы были выбраны произведения именно отечественных композиторов. Мы, Донецкая филармония и вообще сфера культуры, призвана сохранять и приумножать культурное наследие, которое нам досталось от наших предков. И поэтому сейчас в наше время особо важно соблюдать вот те культурные традиции, которые прививались веками. Музыка в настоящем смысле этого слова, в истинном смысле этого слова, музыка сотворяющая, музыка созидающая. Давид Марухян посещает республику уже не впервые и поделился, что с 2017 года уровень профессионализма музыкантов симфонического оркестра значительно вырос. По словам дирижера, во время репетиций обычно могут возникать какие-либо разногласия, но благодаря живому контакту с музыкантами филармонии этот пункт в совместной работе стал исключением. Могут быть какие-то технические недостатки, например, но если есть человеческий подход, все эти вопросы решаются. Тут все плюс, то есть и технически никаких проблем, то есть все гладко идет, идеально. Российская пианистка Елена Дроздова работает с Донецким оркестром впервые, а музыку Рахманинова последний раз играла около восьми лет назад. И все же ей быстро удалось погрузиться в процесс репетиций и наладить контакт с нашими музыкантами. Я ожидаю, наверное, что выступление будет удачным. Мне нравится оркестр, какой здесь в филармонии. Чувствуется, что произведение он знает. Разногласий, по-моему, нет особых таких не возникает. Но какие-то рабочие моменты по темпам, по динамике чуть-чуть. Но в целом это нормально. В целом, да, хорошо, все гладко идет пока. Сами музыканты оркестра признаются, что совместная работа над композициями русской классики с зарубежными гостями стала очень интересной, так как каждый артист чувствует музыку по-разному. Программа знакомая. Интересно, конечно, каждый исполнитель, какие-то свои нюансы, свои интерпретации свои. Но, тем не менее, как говорится, музыкальные законы одни и те же. Все чувствуем, понимаем, нам очень легко все. Так что решим творческие вопросы, где-то что-то, какие-то нюансы обговорим, и все у нас получится. Как отмечают организаторы, благодаря слаженной работе оркестра с зарубежными гостями на донецкой сцене прозвучит классическая музыка, покорившая уже практически весь мир. Александр Подопригора, Виктор Волошин, Первореспубликанский.